Здравствуйте дорогие подписчики канала 13. Телеграм-канал обратная сторона медали опубликовал уникальное откровение российского миротворца в Карабахе. Миротворец рассказывает необычайные подробности несения службы в Карабахе. Он рассказывает про настоящие цели российских миротворцев, которые скрываются за миротворчеством, про отношения армян и различные провокации, про массу брошенных трупов и оружия, про бесконечные минные поля, про наркотики и многое другое. Данный рассказ интересен тем, что докладчик не занимает ни одну сторону, но выкладывает информацию про всех трех участников конфликта и миссий в Карабахе. Пусть каждый сам сделает свои выводы из данного рассказа. Я здесь вторая смена, я менял тех, кто зашел в Карабах в ноябре 2020. 2020. Армения была на грани проигрыша. Ключевой город Шуша, был бездарно брошен. Вообще, вся эта возня – один большой армянский крах. Азербайджан готовился к этому реваншу, и готовился конкретно. Огромный вклад в победу Азербайджана сделала Турция. Наш контингент был выброшен фактически в голое поле. Это сейчас созданы отличные условия для существования, а тогда жили, где получится. Местные армяне поначалу даже денег не брали. Сейчас все поменялось. Отношение к нам такое, типа, где вы были раньше, и защищайте нас. Положение противоборствующих сторон сейчас такое, азербайджанцы ведут себя уверенно на правах победителей. Армяне не могут смириться с проигрышем, и всячески пытаются показать свою значимость, хотя яйца выеденного не стоит. Перестрелки периодически бывают, но в Карабахе редко. Очень часто стреляют на границы Армении и Азербайджана на востоке – это Сюникская и Гихаркуникская области Армении, где Азербайджан пересек границу в нескольких местах, поставив свои посты. Мотивируя это тем, что границы неверны, и они сейчас выставили посты по правильной линии. Но, если честно, то это все только для того, чтобы привлечь внимание ко всей ситуации и сорвать мирные переговоры по обозначению границ. Например, вот сейчас, на момент написания этого текста собеседникам, на севере Гихаркуникской области опять движуха. Армяне оставили один свой пост с одним офицером и тремя солдатами, или двумя. Потом началась конкретная перестрелка с использованием танков, СПГ, минометов. Причем все это использовала только армянская сторона. К десяти все прекратилось. Проанализировав случившееся, можно сказать, что налицо провокация со стороны армянской армии. Начнем с цели пребывания контингента. Главная задача, чтобы на территорию несанкционированно не заехали иностранцы. Ну, наверное, за исключением граждан России. В принципе, посты с этим справляются, но все-таки шесть месяцев это немалый срок, и периодически солдаты начинают косячить. Очень много оружия осталось после окончания конфликта. Периодически изымаем у местных. С коноплей недавно одного задержали. Тип целый багажник накосил. Вот его и морпехи на севере и приняли. А один раз задержали машину, в которой труп 80-летней старушки везли. Она умерла, и родственник вез ее в соседнее село хоронить. Разминирование местности. Такого количества минных полей я еще нигде не встречал. Причем армяне так спешно отступали, что на многие поля даже формуляры не оформлены. Вот и катается рота гуманитарного разминирования каждый день на очистку местности. Кстати, на одной из очисток Урал наехал на СВУ. Как итог, водитель и старшие машины отправлены в Россию с травмами средней тяжести. Обеспечение сбора урожая. Как бы смешно не звучало, но это тоже одна из главных задач. Большая часть угодий и садов расположена на спорных территориях. Каждый день офицеры Центра гуманитарного реагирования ездят на охрану, для избежания проблем. Сопровождение колонн Азербайджана. В Кельбаджарские и Лачинских районы проехать можно только через коридор. Для прохождения таких колонн выделяются также офицеры ЦГР три раза в неделю. Поиск тел погибших. Практически каждый день выезжаем на поиски. В начале трупов было огромное количество. Если честно, то картина была как в первой чеченской, реально собаки труп пожрали. Сейчас уже чисто какие-то останки периодически находят. Главная цель нашего прибытия – до конца не потерять воздействие на Закавказье. Армения – это последний шанс удержать хоть какие-то позиции. Я думаю, что пятилетним договором пребывания контингента тут не ограничится. Про местных могу сказать одно – они армяне. К нам относятся доброжелательно, как я говорил ранее, даже в магазинах очень часто денег даже не брали. Сейчас все поменялось. Мы очень хороший источник дохода. Уровень жизни низкий, с учетом денежного довольствия и командировочных – 17 долларов США в сутки, военные могут себе позволить многое. Местные этим и пользуются, в местах, где выставлены посты сразу же открылись магазины. Есть и непримиримые, которые считают, что мы их предали тем, что не ввязались в войну на стороне Армении. Вот таким был рассказ российского миротворца в Карабахе. Дорогие подписчики канала 13. А что вы думаете насчет рассказа российского миротворца в Карабахе? Насколько его откровения соответствуют реальности, и на самом ли деле, Россия использовала конфликт между Арменией и Азербайджаном только для своей выгоды? Для того, чтобы манипулировать обеими странами, и закрепить свое геополитическое влияние на Кавказе? И что пребывание миротворцев в Карабахе пятью годами не ограничится? Пишите свое мнение в комментариях.